Пинскому пограничному отряду 25 лет Ученики первой школы поучаствовали в ярмарке, чтобы собрать деньги на благотворительность В городе закрыли мотосезон На страже рубежей отечества 25 лет Пинский пограничный отряд отметил юбилейную дату В честь праздника на территории части создали аллею героев На открытии которой побывала и наша съемочная группа Пинскому пограничному отряду 25 лет В преддверии праздника на территории войсковой части создали аллею героев Таким образом почтили память тех, кто в прошлом стоял на защите рубежей Эта идея была воплощена всем личным составом пограничного отряда Огромное участие приняли ветераны Здесь сегодня увековечены 13 пограничников Имена которых носят подразделения границы Глядите фотографии, где запечатлены пограничники Именами которых названы пограничные заставы Равняясь на эти имена, их подвиги Многие поколения воинов-пограничников Мужественно выполняли свой долг перед Родиной Именно они заложили основы боевого братства Бескорыстного и добросовестного служения отчизне И этой традиции здесь следуют десятилетиями Сегодня Пинский пограничный отряд охраняет около 300 километров белорусско-украинской границы В настоящее время пограничный отряд в состав входят 6 пограничных застав, 6 пограничных постов 5 отделений пограничного контроля 2 резервные пограничные заставы Возложены очень серьезные задачи И пограничный отряд справится с теми задачами Которые ему поставлены по надежной охране государственной границы В 1993 году приказом командующего пограничными войсками Была создана войсковая часть 1235 В должности первого начальника полковник Юрий Андреев Голодный год, денег в республике нету Страница республики Беларусь только начинается Какую власть иметь? Президентскую, парламентскую Надо определиться Инфляция тысячи процентов И вот в этот период тяжелый Надо было обеспечить питанием личный состав Организовать обучение Сделать методические пособия Построить вот эти здания И благодаря местным органам власти Контактов с сударьим заводом С Пинцдревом С представителем райисполком Мы совместными усилиями Не дарбо говоря, что границу охраняет весь советский народ Или белорусский народ сегодня И совместным усилием мы смогли это сделать Сейчас Пинский пограничный отряд Эффективно выполняет задачи По охране государственной границы За последние годы Противоправная деятельность В зоне приграничья Значительно снизилась Прямое доказательство того Что Пинский пограничный отряд Со своей задачей Справляется достойно Торжественное мероприятие В честь 25-летия Пинского пограничного отряда Продолжилось в городском доме культуры С поздравлениями Присутствующим обратился Игорь Буткевич Первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Уважаемые товарищи офицеры Прапорщики, солдаты Гражданский персонал Летераны и члены семьи Военнослужащих Кинского пограничного отряда Примите от всех пограничников Летеранов Членов коллегий Государственного пограничного комитета Республики Беларусь И от меня лично теплое И сердечное поздравление По случаю годовщины Образования пограничного отряда Сегодня Кинский пограничный отряд Занимает важное место В системе оперативного построения Органов пограничной службы Республики Беларусь Военнослужащих Вашей части Всегда отвечали Такие качества Как высокий профессионализм Чувство ответственности За конечный результат Организованности дисциплины Концерт продолжила Вокальная группа единства За годы существования Пинского погранотряда Организована охрана государственной границы Сплочен коллектив единомышленников Которые стойко выполняют поставленные задачи А это тысячи предотвращенных нарушений границы Сотни миллионов рублей выявленной контрабанды И годы тяжелого воинского труда В первой школе города Пинска Организовали благотворительную акцию Вместе с мамой Учащиеся выставили на продажу выпечку Которую готовили вместе с родителями Подробнее о мероприятии Узнайте из нашего сюжета Второй год подряд в первой школе Организовывают осеннюю благотворительную ярмарку В этот раз она не совсем обычная Потому что прошла в преддверии Двух важных праздников Покрова Пресвятой Богородицы И Дня Матери Наши учащиеся на эту ярмарку Могут предоставить любые свои изделия Либо кулинарные, либо декоративно-прикладные И все вырученные средства Как и в прошлом году Мы будем направлять на лечение Одного из детей, которые нуждаются В прошлом году это был учащийся нашей школы А в этом году мы еще посмотрим Всю эту вкусную красоту Учащиеся создавали с помощью своих мам Чего здесь только не было Вафельные трубочки, блинчики, пирожки Даже чай из самовара Всю продукцию ярмарки раскупили Общими усилиями удалось собрать Около 450 белорусских рублей Желающие могли спеть в караоке Станцевать, получить мастер-класс по аквагриму На этом празднике руководство школы уделило внимание Участницам первичной профсоюза организации Белорусский союз женщин Которые в этом месяце стали юбилярами На сегодняшнем мероприятии Опять же по хорошей традиции Мы наградили, поздравили женщин У которых были или вот-вот будут юбилеи Которые принимают активное участие В деятельности нашей первичной организации Вручили им грамоты нашей первичной организации И подарочные сертификаты И конечно, в этот день в адрес всех матерей Звучали самые лучшие пожелания Поздравляю всех мам с Днем Матери Желаю им крепкого здоровья Чтобы их дети обязательно всегда их слушались Желаю всем мамам счастья, здоровья Чтобы не болели, чтобы все мечты сбывались Хочу пожелать оставаться маме самой любимой Самой счастливой Я ее очень сильно люблю Мамы всего мира Глубоко поздравляю вас с праздником, Днем Матери Желаю всего самого лучшего Чтобы вы были такими же хорошими, как моя мама Дорогие, любимые мамочки Я вас поздравляю с таким Днем Матери Я вам желаю оставаться такой, какая вы есть Поздравляю всех мам с Днем Матери Желаю вам счастья, здоровья, послушных сыновей и дочерей Крепкого счастья, любви Чтобы жили долго и счастливо Поздравляю всех мам с Днем Матери У стадиона Досааф прошла сельхозярмарка Наша съемочная группа отправилась на это мероприятие, чтобы сравнить цены с рыночными Что из этого получилось, смотрите далее Урожайной выдалась осень на Пинчине В этом месяце прошла не одна ярмарка с участием фермерских хозяйств, сельхозпредприятий, индивидуальных предпринимателей, а также простых горожан 13 октября на стоянке стадиона Досааф можно было увидеть изобилие овощей и фруктов, меда, травяных чаев Один килограмм картошки стоит от 25 копеек Килограмм свеклы 46 Перец и морковь по 50 копеек Мешок чеснока 2 рубля 64 копеек Помидоры 2 рубля 25 копеек За килограмм арабуза можно отдать 69 копеек Киви 3 рубля 9 копеек Лимоны почти 4 рубля Яблоки 53 копеек Дыня 1,5-2 рубля Мед 7 рублей Лекарственные травы и чай 5-7 рублей Стоит отметить, что на ярмарке цены ниже, чем в магазине Следующие ярмарки пройдут на парковке рынка Солнечный 20-21 октября и 27-28 октября Закрытие мотосезона в Пинске Знаменательное и ежегодное событие в кругах любителей покататься с ветерком В эту субботу можно было увидеть колонну байкеров по главным улицам города Обо всем по порядку в сюжете нашей съемочной группы 13 октября в центре города возле кофейни Молоко Можно было встретить более 80 байкеров Одни – жители Пинска и Пинского района Другие приехали из Столина, Кобрина, Лунинца, Ивацевича и других городов Закрытие мотосезона – одно из главных событий в жизни любого байкера Мы будем проводить совместно с Пинским городским ГАИ акцию Стань заметнее в темноте Будем раздавать детям, пожилым людям, фрикера, светоотражающие, чтобы было их видно Далее проследуем парадом по городу, по улицам И в завершении остановка будет у нас на Клабхазе Клабхазе нашего мотоклуба Как отмечает Михаил, в этом году сезон выдался удачным Главным событием стал байк-слет в деревне Поречье Который пинские мотоциклисты проводят более 10 лет Также члены клуба Оверхэд навещают детей в доме малютки Организовывают развлекательные программы в детских лагерях Помогают властям города и района в проведении различных мероприятий и акций К слову, байкеры гораздо реже попадают в ДТП по сравнению с водителями автомобилей С участием мотоциклистов в 2018 году произошло у нас два дорожных транспортных происшествия В котором два мотолюбителя и один пассажир мотоцикла получили ранения различной степени тяжести Значит, в одном ДТП усматривается вина мотоциклиста, а во втором вина водителя автомобиля Мотосезон 2018 завершился тем, что мотоциклисты совместно с ГАИ организованной колонной проехались под центральным улицем Пинска На поле Академии футбола любительская команда Дю США Пинского района встретилась с Красносельским цементником Игра была очень напряженной и интересной О результатах матча узнаете из нашего сюжета В конце сентября любительская команда по футболу Дю США Пинского района выиграла Кубок области Эта победа позволила ребятам представлять Брестскую область на республиканском этапе соревнований По результатам жеребьевки в 1-4 финала пинская команда должна была провести две игры с Красносельским цементником Первая игра закончилась для соперника техническим поражением из-за наличия в команде двух профессиональных игроков По условиям турнира это запрещено Вторая домашняя игра, которая прошла в эту субботу, принесла пинчанам победу Первый гол на 39-й минуте матча забил игрок пинской команды Кирилл Чепкий Через 14 минут он же забил второй гол Атака продолжалась и в воротах цементника снова гол в исполнении Алексея Сергеюка Соперник активизировался и нанес ответный удар Первый гол цементник забил на 66-й минуте и через 3 минуты второй Затем еще два раза пинская команда удачно ударила по воротам гостей В итоге счет игры 5-2 в пользу Дю США Пинского района Конечно на матч повлияло раннее удаление вратаря у соперника Задача была дома сыграть в атаку, показать футбол, забить мячи А не сидеть в обороне, несмотря на положительный вердикт со стороны Федерации футбола По присуждению команде соперницы поражения в домашнем матче Поэтому задача была играть, забивать мячи, что удалось в принципе Ну, так скажем, мастерчечка, конечно, неприятный осадок оставляет только то, что пропустили дважды Над этим надо работать Наша команда играла слаженно и красиво Большую часть игры ребята сохраняли преимущество на поле Да, соперники всегда достойны, на этой стадии уже нет недостойных соперников Это лучшая команда в каждой области То есть мы в Брестке, это лучшая команда Грудинской области Поэтому назвать их недостойными и не поворачивается язык Хорошие ребята, все играющие Просто у них сегодня, может, не их день, может, устали с дороги, не знаю Ну, результатом мы доволен, я поздравляю ребят, поздравляю нашего представителя Александра Александровича Хорошко, потому что благодаря ему мы собираемся Благодаря этой победе команда Дю США Пинского района вышла в полуфинал Кубка регионов Соперник еще не определен, но известно, что игра будет на выезде А на сегодня у нас все Прогноз погоды на ближайший день продолжит выпуск Мы прощаемся с вами, всего доброго, до свидания Субтитры подогнал «Симон» 16 октября в Беларуси преимущественно ясная погода В Бресте днем плюс 16, ночью плюс 8 В Витебске днем на термометре плюс 15, ночью плюс 6 В Гомеле днем плюс 18, ночью плюс 6 В Гродно по прогнозам днем плюс 16, ночью плюс 8 В Минске 16 градусов тепла днем, 6 ночью В Могилеве днем плюс 16, ночью плюс 6 16 октября в Пинске будет ясно Ветер юго-восточный от 4 до 6 метров в секунду Днем плюс 18, ночью плюс 8 Субтитры сделал DimaTorzok